Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. У меня появился новый друг, котейка, которого зовут Кекс. Это внучкин котик. Они пока поехали с семьей отдохнуть, оставили котика мне. Еще у них есть черепашки, такие маленькие, две штучки. Они в аквариуме, там они плавают. И вообще такие какие-то интересные, экзотические. Я вчера заходила, посмотрела, как их кормить. Вот сегодня надо будет мне сходить им корма подсыпать, потому что завтра я не знаю, к дочке надо будет с утра съездить. Она попросила ненадолго там побыть у нее, там, по делу. Вот. Ну иди поздоровайся, что ли. Вот он, котечка. Вот такой вот маленький, такой славненький котечка, которого зовут Кекс. Вот красавчик у нас. Он у нас сегодня будет звездой. Ты будешь звездой. Звездой крана будешь Кекс. Он вчера пока пришел, осваивался тут потихонечку. Ну, где-то через часа два, наверное, он уже освоился. Он уже тут начал бегать, прыгать. Все, он уже понял, где у него лоток. Он понял, где у него еда. Хотя первые часа два, наверное, он не ел. Он так подойдет, понюхает, покопает немножко и уходил. Потом уже к вечеру я села монтировать видео и потом смотрю, он съел свою еду. Вот, я переживала, что он мне ночью спать не даст. Он вчера вечером заигрывал со мной. Но он вчера, пока я тут еще занималась видосом, он уснул на стуле, на диване. Здесь он уснул. На столе журнальном приглядел, место уснул. В общем, везде он так по чуть-чуть поспал вечерком. Я уже боялась, что ночью спать не будет. Но нет, уже когда я спать ложилась, он вот тут на журнальном столике уже засыпал, уснул. И я не знаю, он, может быть, всю ночь здесь и проспал, потому что я не чувствовала, чтобы он там рядом лежал. В общем, он меня никак не беспокоил, не мешал мне спать. Я прекрасно выспалась, не просыпалась, ничего. В общем, замечательно ночь провели первую вместе. В общем, все хорошо. А утром он тут уже наигрался, и в лоток сходил, и, в общем, и покушал, в общем, веселый. Ну, правда, за мной ходит. Куда я, туда и он, хвостиком. Любит, чтобы я рядышком находилась. Вот, так что, девочки мои, я так чувствую, что это видео, скорее всего, будет посвящено больше котейке, потому что, честно, мне интересно за ним наблюдать, как он играет, что он делает. Ну, в общем, я просто иной раз беру, начинаю что-то снимать. Уже в Инстаграм вчера выложила, как он игрался вечером, там пару фоточек выложила. В общем, котята маленькие, они всегда такие забавные. Я люблю котят. Вот, вот, когда у меня спрашивали, хочу ли я животных, я вам хочу сказать, что я привыкла жить одна. За кем-то ухаживать нужно. Но даже не в этом дело, потому что я смотрю, что сейчас современные уже уходы такие, вот, лоток с этими гранулами, запаха он не дает. За этим лотком ухаживать не проблематично. Еда уже у кота продается готовая, то есть насыпал и все. Не нужно думать, чем кота кормить, как раньше вот у меня было. Вот. Ну, в общем-то, не в этом дело. Вот видите, вот, допустим, ребята уехали, нужно думать о том, куда котенка пристроить у кого, чтобы за ним кто-то посмотрел. Также вы знаете, что я вот, например, к дочке уезжала, например, с Деней побыть на несколько дней. Тоже нужно думать, да. Ну, то есть я как бы не хочу привязываться и к себе привязывать никакое животное, чтобы не переживать за него, если что заболеет, критеринару нужно, прививки там нужно и так далее. В общем, как бы, знаете, в моем возрасте заводить ребенка, а котенок тот же ребенок. Ну, уже как-то не это. Я уже, мне кажется, свое отстреляла. Сейчас у меня уже есть внуки, и если что, я могу с внуками посидеть, с котенком тоже. Временно могу побыть, но на постоянно как бы и не хочу. Вот. Так что, если кто-то задал у меня вопрос в Инстаграме, здесь, может быть, кто-то захочет задать вопрос, завела ли я котенка и будет ли он у меня жить постоянно. Нет, мои дорогие. Это мой гость, и он у меня на время приехал погостить. Это котеночек Настюшкин. Что он сейчас делает? Ну-ка, смотрите. Он сидит со мной рядышком и вот намывается там. Вот рядом, где я, там и он рядышком присаживается и делает свои дела. Ну, все. А сейчас у меня с утра что? Кое-какие дела поделаю по дому. Что я готовить сегодня буду, я не знаю, потому что я вчера сварила отличный борщик. Я буду на обед есть сейчас борщ. У меня еще буженинка осталась, салатик могу нарезать себе. Оливишечку я съела. Классная оливишечка легкая. Девочки, это вообще такой вариант для тех, кто на диете. То, что нужно. Вместо колбасы, собственно говоря, лучше положить вареное мясо и все. Это уже, можно сказать, единственный полуфабрикат, который был в оливье. И картошечки поменьше. Тем более, если молодая картошка, в ней меньше крахмала будет полезнее. И вместо сметаны заправить йогуртом. Ну, это просто отличный вариант. Я сегодня решила начать влог вот здесь, в уютном месте, где у меня тут подушки и такой диван, потому что с котейкой снимаюсь. Вот. Но здесь у меня работает сплит уже с утра, потому что с утра уже жарко. я хотела сделать типа сквознячок, но ветер слабенький, и я переживаю, что котенок за дверь может выскользнуть и потом искать его. В общем, решила включить сплит, и он у меня будет сегодня шуровать целый день. Так что, если вы на фоне слышите какой-то звук, шуршание, да, это у меня сплит. Ну, у кого-то сверлят, а у кого-то сплит будет работать. Ну, что поделать. Я смотрю, кексик лежит себе тут такой, прибомбился, и уже, наверное, сейчас и уснет на этом месте. Если бы я тут сейчас дольше сидела, он бы и уснул. Но я сейчас встану пойду, может он и за мной побежит. Но надо делать домашние дела, что делать. А он уже уснул. И мой зайчик маленький такой, спит. Где наш котейка спрятался? Где он там спрятался? Вон он сидит. Я ему домик такой сделала из табуретки. Ему там нравится сидеть. Кажется, дождь собирается. Смотрите, какая туча. девочки вообще такая. Черная туча надвигается, ветер усиливается. Ну, сегодня дождь зарядит на свой день. Громыхает где-то там даже далеко. Прямо черное небо там виднеется. Сейчас как ливанет. А кексик любит на столе сидеть. Да? Любит на столе сидеть кексик. Так, а где наши черепашки? Вот они. Вот они маленькие какие. Вон они две черепашечки. Малюхонькие. Вам видно, мои девочки? Решила вам показать. Я пришла покормить черепашек. Ой, эти маленькие усечки. Так. Надо им насыпать корма. ну-ка смотрите как они кушают. Вот так они кушают. все девочки, я иду уже домой. Я в общем-то из дома выходила для того, чтобы забрать фаберлик заказик и этих хочу все время чебурашки сказать. черепашки. Черепашек покормить. Фух, машины так шумят. Солнышко садится и классное освещение такое. Сейчас проходила мимо ларька, ларек мороженое и там всякие разнообразия мороженых с ценами. Прям даже очередь я аж удивилась. Но я мороженое не ем. Посмотрела и прошла мимо. Во, какая я сильная. Вот мне нравится вот эта аллейка. Туда я шла понад дорогой. Там очень шумно. А здесь вроде бы казалось бы чуть-чуть. Деревья, кусочки разные цветочки на кусочках симпатичные. Вот. И тут вот приятненько пройти. А тут у нас еще избирательный участок. И тут у нас голосуют обычно. Такой вот избирательный участок. Но сейчас закрыт. вот так все смотрится симпатично. Вот как смотрятся магазины, в которые я хожу с другой стороны дороги. Ну да, иногда куру тут ездят. Красиво, когда отсвечивается унишко от зданий. Смотрится так симпатично. В общем, сегодня у нас обещался ливень с градом. И что-то ветер подул, небо похмурилось. И видно, он прошел где-то мимо нас. У нас даже не намочился ни асфальт, ничего. его. Ну все, девочки, бегу домой. Меня там уже заждался наверно котенок. Я пришла, а он ко мне пришел, и вот мурчит он тут и мурчит у меня мордочка такая. Соскучился меня пока не было где-то часик, не больше, может даже меньше. да? И все, и пришел ко мне давай мурчать. Красотуля. Мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур. Мур-мур-мур. Ах ты, кусалки. Мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур. Нельзя кусаться. Нельзя. Нельзя. сегодня целый день. Голова куда-то там свалилась. Как-то странно ты спишь, кексик. На столе лучше, да, спать тебе? Вот так мы завтракаем, да. Пристает к моим ногам по утрам. Грызет тарелочку тоже. Ты завтракаешь кекс? С утра пораньше. Всем доброе утро, мои хорошие. Разбудил меня котик сегодня в 5 часов утра. Вообще вот задаете вопросы, я там читаю комментарии. Иди сюда. кекс. Как вам с котиком живется? Да ничего в принципе, в общем-то ничего, нормально. Но первую ночь мы с ним проспали до утра, нормально все. А вчера он целый день как-то по большей части спал. Немножко встанет, покушает, поиграет чуть-чуть и опять дрыхнет. Отоспался он вчера. Ну вчера такая дождливая как дождю была погода, мне самой сон клонило. Ну видно отыспался. Ночью правда не беспокоил, но в 4 утра так как у меня лоток стоит в комнате, он давай там шуршать. Он по утрам там шуршит. в туалет. Ну от этого шуршания я сначала проснулась, ну как бы уснула, не уснула дальше, лежу дальше, думаю сейчас пошуршит перестанет. Ну потом он давай носиться по комнате и по мне прыгать и все. Короче всячески пытался меня разбудить, а мне там многого не надо чтобы разбудить. В общем-то я встала, вышла сюда на кухню и вот он давай бегать за моими хочет тут передо мной стелиться и все. В общем короче говоря не дал он мне дальше спать. Не хочет чтобы я дальше спала, ему видно скучно, он хочет поиграть. Ну накормила уже его все. Ну и сама сижу пью кофе. Вот а что у нас сегодня за день? Сегодня мне нужно будет ехать к дочке, она попросила чтобы я там побыла с электриком пока она проводит подругу в аэропорт. Вот у нее придет электрик и будет делать там электрику в общем она продолжает свой ремонт уже в маленькой комнате в кухне ей нужно уже побыстрее закончить проводку для того чтобы уже могли подсоединить сплит систему там у нее сплит один уже висит на кухне сплита не хватает хотя уже там есть эти каналы но нужно сделать уже проводку все подключить как положено вот в общем она продолжает ремонт попросила меня чтобы я там побыла с электриком и потом попросила еще чтобы я там помогла из кухни попереносить кое-какие вещи в общем в другую комнату я так поняла что в маленькой комнате ей уже электрику сделали вчера и нужно ей освободить кухню в общем буду помогать ей сегодня но я у нее не планирую оставаться потому что у меня тут животные черепашки которые надо кормить котенок которого надо кормить так что я сегодня же вернусь домой а что у нас делает кекс пока я тут снимаю он тут ходит ко мне пристает заигрывает со мной грызет ножки от стойки вот он шкодливый котенок шкодливый шкодливый ты котенок да да улыбнись тебя снимает скрытая камера ты будешь позировать или нет к моим ногам опять пристаешь ты что мои ноги сегодня уже искусал все вот пристает к ногам и заигрывает таким образом вот этот вот шкодливый котенок да 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 я тебя снимаю улыбайся в камеру покажи с моим подписчикам они хотят на тебя посмотреть не отлынивай не отлынивай баловный котенок да все хотят обалов все хотят поиграть все хотят чтобы с ними позаигрывали вчера вечер весь приставал ко мне и сегодня с утра давай приставать ко мне да вот уйду я будь тебе скучно будешь спать целый день сегодня опять где твоя игрушка девочки дала я ему вот эти шайбочки их не помню давали или в магнит или в пятерочке такие вот на кассе и они хорошо по твердому полу хорошо катаются такие вот и вот он гоняет их по полу играет вот такое игрулька у нас позвольте освещение так все все в сборе гости собираются уезжать дочь провожать а я тут по дому на хозяйстве с электриком останусь да а с электриком тут осталось вот сразу виду девочка девочка пришла тут легла у бабушки лежит скучно я думаю потому что милая милочка миленькая а вот кекс у нас кусался не стал бы так спокойно лежать совсем разные характеры котов там электрик стучит электрик работает а мы смело лежим и смотрим телевизор кино смотрим каком-то еще и сидит кисigo спится сидит художник спите есть конечно если reputation Почему все котята ко мне пристают, а? Мила на мне поспать хочет. Стоит мне только встать, и она сразу встает. Я только сяду, и она на меня залазит. А кекс бегает за мной, кусает мои ноги. Никак не дают мне покоя котята. Любят меня, наверное. Кекс, ты рад, что я пришла? Кексик, ой, ой, между ногами крутимся, и пятки давай опять целовать. Не целуй мои пятки, не надо. Ты скажи, ты рад, что я пришла? Рад? Радуешься? Скажи, да, я очень рад, я очень рад. Целую ноги прям даже. Ой, ты котера. Ой, ты какой. В общем, девочки, я приехала домой. Все, все, что там нужно было помочь, я помогла на сегодня. Завтра опять поеду помогать. Вот, а так как я тут не одна, домой возвращаюсь, ночевать там не остаюсь. Но я хочу вам быстрее это видео смонтировать, выложить, чтобы вы посмотрели его. У меня в этом видео куча животных всяких разных. В общем, кому видео моё понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok